Если соберетесь в Грёвскую рощу, знайте, этот лесопарк получил высокую оценку экспертов на российском уровне. Оно и понятно, его площадь равна 57 футбольным полям. Здесь проложены 6 километров дорожек, а это 30 минут непрерывного бега в легком темпе. А еще в парке одновременно могут жарить шашлык 33 семьи в специальных бесплатных зонах. В роще растут различные кусты и деревья. Яблони, сирень, березы, сосны, черемуха. Слово о будущем лесникам здесь есть, что изучать. Кстати, сейчас в регионе весьма востребованы специалисты по сохранению лесов. Юлия Сауляк подготовила полезную информацию для будущих абитуриентов. Специальность лесное и лесопарковое хозяйство. Каждый год на это направление самый большой конкурс. Около пяти человек на место. Профессия нужная и интересная. Выпускники успешно находят работу в лесничествах и охотничьих хозяйствах. Специальность для тех, кто мечтает защищать и расширять лесное богатство. Набор абитуриентов после 9 и 11 классов. Погружение в профессию глубокое. Ботаника, дендрология, лесоведение, почвоведение. Также это профессиональные модули на старших курсах. Это охрана и защита лесов. Лесная таксация. Лесное разведение. Большое внимание уделяется практическому обучению. Большая часть учебных практических работ проходит на территории базы учебно-опытного лесничества. Специальность садово-парковое и ландшафтное строительство. Спрос на таких специалистов в последние годы стабильно высок, как и конкурс при поступлении. Это единственная в техникуме специальность, которая требует вступительных испытаний, да еще творческих. Будущим ландшафтным дизайнерам на экзамене предлагают создать клумбу или нарисовать предполагаемый проект. С этого года поступить на обучение можно уже после 9 класса. Набор увеличен вдвое. Это полсотни бюджетных мест. Очень многие студенты открывают свои предприятия, то есть свое дело. Кто-то выращивает растения, кто-то составляет проекты. Они могут работать в теплицах. У нас есть и плодовая, и астра есть у нас. То есть ребята туда уходят работать. Специальность эксплуатация беспилотных авиационных систем. А если проще, то здесь учат пилотировать дроны или управлять беспилотниками. Профессия новая, но уже востребованная в разных сферах. От аграрных исследований до работы в чрезвычайных ситуациях. С этого года требования к абитуриентам повышены. Прием только после 11 класса. А вот количество мест остается прежним. Обучение бюджетное. Хотел бы стать оператором беспилотных летательных аппаратов, потому что это востребованная профессия. Можно помогать людям, находить их, допустим, в каких-то чрезвычайных ситуациях и следить за лесами, за порядком. Будущих специалистов уже ждут на предприятиях. За пять лет общее количество мест для студентов в Тюменском лесотехникуме выросло почти вдвое. Субтитры создавал DimaTorzok